вьетнамские слабрюхие свинки очень любят кушать сено мы им заготавливаем так насыпаем сюда в теплицу на зиму чтобы она не могла вот ну и носим в принципе в сарай вот сейчас пустили их сюда покушать там сарай ремонт пока делаем а что мы захочется тут полежать немножко то что у нас тут женщины беременные есть вот что они полдня уже таскаются по улице пасутся может немножко устали вот сверху сидит свинка ей 5 или 6 месяцев вроде бы они сейчас живут с кабаном собираются беременеть вот это у нас беременные дамочки вот справа 8 месяцев ей по моему 8 9 это вот так вот срок беременности у нее уже два месяца вон там взрослая девочка ей год и три она будет рожать второй раз вот рожать будет буквально на днях животик вот какой большой не грудь уже сформировалась так как перед родами вот вот еще у нас одна мамочка и год и год ой год и один месяц но тоже рожать будет вот 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 на днях буквально они вместе они прошлый раз вместе рожали с разницей недели и сейчас это еще две сестрички сестрички эти не сестричка это вот сестрички сейчас я покажу что видно было у нас сейчас 4 переименные свинки вот две будут рожать второй раз а эти две будут рожать первый раз это две сестрички через два месяца им около 8 месяцев такие красотулечки вообще если честно хотели съесть но они у нас залетели ну и мы уже их оставили размножаться эта свинка у нас умничка самая любимая нее беленькие тут пятнышки обычно люди думают что если какое-то белое пятно там у вьетнамских свиней то они в общем то не вьетнамские это помесь поросят у нее получается черные сейчас я покажу их всех вернее всех мужа так сказать папу всех поросят вот и она просто у нас умничка она очень хорошая мама она защищает всех она кормит всех и своих и чужих вообще просто вообще никаких вопросов две эти дамочки первый раз родили по 11 поросят сейчас сколько посмотрим будет вот-вот-вот буквально на днях родят и поэтому мы им собственно говоря там улучшаем сарай пока они сейчас все вместе живут четыре временные свинки отдельно живет вот там вот на заднем плане здоровый такой это кабанчик папа всех будущих детей а эти две еще вот одна такая черненькая свинка есть где-то она бегает она вот будет тоже будущая мать детей кабан кабану год и месяц вот он у нас здоровенный весит где-то полтора месяца назад мало взвешиваем если 80 килограмм вот 80 килограмм хочу заметить он достаточно худой вот то есть это не жир у него не сало а такое вот мясо вообще он молодец длинный скелет поросятки длинные получаются такие классные дамочки эти девочки поменьше вот он красавчик могу рассказать немножко про питание вьетантских свиней на принципе ну как про питание как мы их кормим зимой они у нас они зимой а летом они у нас спасутся и весной в саду во дворе они обычно не роют если есть трава ну чуть-чуть только разве что подрывают роют они весной пока нет травы и осенью когда уже нет травы сарае не не роют вообще никогда вот а летом они просто гуляют едят траву иногда немножко роют уже там так от нечего делать но не критично на самом деле то есть мы они все лето паслись у нас во дворе и ничего там не разбомбили вот ну летом мы их фактически дополнительно очень мало корни на самом-то деле то есть там что с огорода остается иногда очень мало на самом деле делаем с мукой мешанку ну и в частности беременном конечно женщина беременных надо кормить хорошо чтобы они прямо вот много-много кушали так ну что они едят они с огорода едят абсолютно все отходы листья свеклу морковку ботву овощи вообще все мы сейчас их кормим вот варим картошку и сырую капусту даем кстати вот по поводу картошки очень многие дают ее сырую сам меня муж митингуют за то чтобы мы варили ну собственно говоря и варим вот они сырую во-первых не очень любят во вторых она хуже переваривается в третьих у них полтора раза меньше калорийность ну и в четвертых все равно их сейчас зиму как бы такая декабрь на дворе правда плюсовая температура вдруг стала вот ну то есть все равно надо им греть что-то поэтому собственно говоря уже там доводим до кипения картошку размешиваем там измельчаем ее сечкой такой ручной собственно говоря им даем вот ну сено даем хорошо очень кушают не бойся зайка вот сено даем ну что ты скандалистка вот это у нас очень скандальная свинка на самом деле она психованная достаточно к рукам не очень идет вот остальные все у нас такие ручные но мы это покупали в возрасте около семи месяцев может поэтому так она как-то и не привыкла может характер просто поганый и дети кстати говоря у нее такие немножко психованные обычно они к рукам не все такое ну как бы хуже чем приучаются вот ну летом короче вот так подкормим зимой картошку чуть-чуть муку капусту сено вот пожалуйста сырую картошку мы не даем очень редко едят они ее плоховато можно приучать у меня двоюродная сестра держит тоже вьетнанских свиней на картошку им сначала сырую подтирает в еду утрет и подкидывает понемножку они начинают привыкать потом просто там лужпайки все на свете едят нормально вот ну мы не заставляем не хотят как хотят вот ну собственно говоря и все кушают они все траву едят мы им лучше наверно не измельчать они выбирают что им надо ничего там не травятся что хотят то едят ну вот как видите сено едят шикарно правда зимой немножко стенам проблема в том что но она сухое им хочется пить когда отрезательная температура вода соответственно замерзает вот ну мы делаем следующим образом даем сено и кидаем капусту в загоне вот ну то есть она хотя бы какая-то влажная но они хотя бы могут попить ее ну там вечером влажную такую мешанку даем из картошки беременным свинкам даем муку размоченную в воде потому что им хорошо надо кушать они у нас вообще такие ну как вы можете заметить не толстые на самом-то деле мы их более менее как-то ну может линия просто такая не знаю но все они у нас из разных хозяйств мы их покупали так вот мы их кормим что они у нас не толстеют ну и соответственно когда на траве содержится у них не растет сало то есть мы вот кололи не так давно братика двух беременных восьмимесячных свинок ну он крупный был 35 килограмм из этого там 20-25 килограмм ну таких такого это 8 килограмм кушке мы взвешивали а все остальное ну как беда вот сала особо не было вот эти дамочки вот будут сальные мы их купили недавно у них видели разруб их родственников вот ну сало они быстро растут но у них это без сала вот она такая не худенькая красавица вот что касается кормления беременных свинок не знаю в интернете мы читали видели что их вроде как надо поменьше кормить перед родами ну у нас свинки не толстые на самом деле то есть масса они особо не набрали мы не снижали дозу дозу кормления и еще в интернете есть такая информация что когда родят тоже надо как-то снижать немножко чтоб пока потому что вроде как поросят они успевают выпивать молоко и там маститы какие ну свинок начинаются опять-таки мы так не делаем проблем у нас никаких особо не было у нас ничего такого то есть хотят едят не хотят нельзя вообще свинок беременных кормящих надо кормить очень много особенно кормящих потому что поросят их высасывают вообще страшное интересное дело поэтому еды им надо столько чтобы там прямо оставалось ну и обновлять конечно то есть там целый день пролежала еда вечером к ним свежу вот ну короче кормить надо очень хорошо и очень разнообразно